но я считаю что весь путь которая прошла наверное должна была именно этот путь пройти чтобы оказаться здесь и сейчас еще короче я вам говорила что я решила помимо всех моментов и хобби которыми я начала заниматься я поняла что я вообще ничего не знаю из истории вот единственное о чем я жалею что я проебывала уроки в школе это история английский никогда не проебывала потому что я сдавала экзамен по нему и у меня тетя в америке жила она переводчик и потом стал учителем английского и меня по английскому жестко дрочили я ничего не прогуливала вообще а вот историю учитывая что там наверное особенно в средних классах дают какие-то такие знаете вещи даже какие-то сложные понятия мне кажется разжевывают и говорят простым языком я была бы рада если бы я знала историю потому что я в этом плане супер тупая ну откровенно я могу это признать я начала смотреть серию фильмов про вторую мировую войну мне захотелось узнать вообще все как все началось то есть как бы в моей голове возможно у кого-то так же и у кого-то это откликнется сейчас я как считала что вот ничего не происходило все было хорошо и там какого-то июня да там типа вот это началось резко но мне так и мама говорила в детстве что вот там типа мирные люди жили ну вы поняли да типа и вот такое случилось в итоге чтобы ну я дошла до именно момента Великой Отечественной войны только вчера вечером а до этого у меня было 6 выпусков про то что происходило до этого и вообще не знала о том что там были битвы типа с Францией, Польшей я вообще этого не знала то есть я не думала что там типа с 39 года что-то вообще происходило серьезно да серьезно и я сейчас такая просто ну вот ну как бы и куча разных моментов я узнала почему и как про все какие там соглашения которые были между Гитлером и Сталином ну короче это интересно я стараюсь не гать конечно какие-то моменты я не до конца понимаю но короче мне просто стало интересно и я хочу просто для себя знать историю и первое что мне пришло в голову что наверное не то что ты обязана знать просто как будто нужно это знать опять же по моим меркам это вот про вторую, я начала со второй мировой войны но там много еще отсылок на первую и мне интересно и это посмотреть я немного знаю про первую мировую войну я просто знаю что там типа супер много было условий ну типа ущемляющих там Германию и что все закончилось по-другому не так как во второй мировой войне блин завидую мне хочется фотку с Аней о чем речь блять я вам тут про историю рассказываю вы там тетучи обсуждаете что вы там обсуждаете блять я вообще хочу про колу как у тебя расскажи больно делать какой вот этот или вот этот анютка что ты сдавала на АГ и ЕГЭ и как вообще сдала баллы довольна ли результатом или нет какие предметы можно сдать я просто каждый урок я была нею и вообще не знаю что сдавать литературу я сдавала английский и опять все про школу блять ну вы наверно в телесе давай с ним будем обсуждать школу тогда да я не знаю просто выбрала и ну еще пальцем в небо ну почти все школа ну такое да у меня реально вот покините сколько лет прошло как я отучилась мне все равно это бесит тема я вот думаю вот у меня когда-нибудь друг будет ребенок и у него начнутся какие-то траблы в школе и я скандал такой ученю ты пойми меня правильно я про прокол ухо я я делаю этот прокол в 15-16 на какой-то вписке просто какой-то эммагод типа пирсер сделал мне этот прокол да у меня криво прокол этот канал у меня гноилось все там ну я не помню честно больше десяти лет прошло уже как я могу это вспомнить теперь ну как ну порешь дома или на съемках в бане мутин 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 Этот. Я забыла название. У этого. Мне засопли в носу. Откуда? У этого. У Гайоричи. Или что это? Какая-то шелуха от меня отпадает. Гайоричи. Ну, короче, вы поняли. Что-то там про джетельменов. Зачем краситься? Да я не сильно крашусь. Парни, вам не понять. Вы знаете, девочки, это чувство, когда мальчик говорит тебе, что ты такая естественная, натуральная. Ты такая сидишь? Я крашусь каждый день. Ее вообще нет. Ни сил, ни желания, ни времени нету. Ну, это правда. Ну, че, чат. Сейчас еще я раскачаюсь. И вообще будет песня. Вообще будет просто сказка, песня. Мы были друзьями, но, как оказывается, я ему нравилась. И потом, через время, он даже не помнит моего времени. Что? Что? Простите, что? Ань, пойми, ты красотка. Спасибо, чат, мне. Очень приятно. Причина тряски. Ох, блин. Причина тряски. Это то, что я себе сейчас так жизнь устроила. Что у меня каждый день какие-то дела. И я как будто вообще ничего не успеваю. Вот причина тряски. Никакой тряски. Ну, мне, короче, нужно кучу всего сделать до отъезда. Да, есть опровержение, сука. И я как-то успею. Давно не села в зал ходить? Наверное, месяц будет в корень. Крюс-минус. Не, наверное, еще не от месяца. Меньше месяц. Почему-то сюда без мейкапа. Потому что я себя комфортно так чувствую. Я принимаю свою внешность. Со всеми моментами, которые меня, может быть, где-то на бессознательном не устраивают. Я их просто принимаю. И мне нравится, как я выгляжу. И без косметики в том числе. Поэтому я не вижу смысла постоянно ходить с нарощенными наклеенными ресницами, ебанутым супер-мейкапом. Не всегда быть, вот, знаете, этой взглядой. Я без макияжа даже за хлебом не выйду. Вообще повик. Поэтому, не знаю, я считаю, что я могу себе позволить не краситься. А если я так считаю, ничего больше мне одобрения не нужно, чтобы не краситься. Поэтому какие тут могут быть вообще вопросы? Просто мне покайфует. Брат, я кайфую. Я кайфую от того, я начала вообще осознать такие вещи, что некоторые вещи, что некоторыми вещами я начала заниматься слишком поздно. Вот, клянусь, это вы знаете, как рассказывала мама. Ань, я столько времени откладывала. Типа жизнь просто проходила. Если бы я знала, я бы вообще не упустила ни одной своей минуты. И я понимаю сейчас, что некоторые вещи, которые я только сейчас начинаю делать, я могла бы их уже давным-давно делать. Но мне мешало какое-то стеснение, неуверенность, какие-то страхи, еще-еще-еще что-то. И я просто, знаете, откладывала это на какой-то дальний ящик. А сейчас я как-то понимаю, что как-то даже обидно немножко, что реально. Можно было бы много всяких своих желаний и хотела бы реализовать. Нам все время что-то мешает. Теперь я понимаю, почему у вас с Лёхой вместе. Почему? Почему? Это надо просто помочь, да? Аня, после завтрашней фотосессии будет создан онлик. Я правильно понимаю? Ты идиот или ты идиот? Не, ребят. I'm sorry, but... Не в мою смену. Пойми меня правильно, малыш. А мы что, я не могу понять, какие-то проблемы? Мы что? Иськи-сиськи давно не видели? Бля... Ну, нет. Эксклюзивно в ВК. Те накаченные губы, да. В 2020 каком, блядь? В втором году? В 2021? Не помню, в каком году. Последний раз я качала. Сколько миллилитров? А я сразу решила литр ебануть, чтобы нам дольше хватило. Подумала, что мелочиться. И не сверх. Да нет, по один миллилитр куба. Где-то. Может побольше. Колю по одному. А общее количество раз, которые я колола, это уже никто не вспомнит. Что за блеск? Это масло для губ от Кларанс. Но его, по-моему, не продают у нас уже. Насколько мне известно, это я в Дубае покупала вроде бы. Так вот, чат, короче. У меня для вас такая речь родительная очередная. Не знаю, нахуй она вам вообще нужна от меня. Ну ладно. Вот я пришла реально к осознанию того, что так обидно, что время так быстро пролетает. Как будто только вчера еще было беззаботное детство. И так много вещей, которых я хотела сделать в своей жизни. Где-то я бы стеснялась, где-то я бы побоялась. Короче, упустила возможность. Что делать, если у нас взаимно с одним пацаном, но он в отношениях с девочкой, которая им пользуется. Ну, короче, у них ужасные отношения. Но я думаю, что они должны сами разобраться, что у них в отношениях. А ужасные они или не ужасные, это не твой мужчина. Не знаю, как вы будете решать. Ну, как бы, это жизнь. Всякое бывает, но как будто бы, наверное, людям нужно сначала разобраться и прийти к чему-то в отношениях. Ну, типа они либо расходятся, либо еще что-то. Ну, вообще, априори, не понимаю, в чем речь. Зачем, если у него отношения, он с тобой. Ну, пусть тогда просто выходит из тех отношений, и все. Ты знаешь, что такое Парадеевич? Нет, я не знаю, я увидела пару видосов на Ютубе, но я не знаю, кто это. Давай, давай. А что, вы знаете, кто это? А, Кокошка. Нет, Кокошка, я тоже не знаю. Кто это? Это мой муж? А, нифига себе, круто. Блин, прикольно. Видела его прыжок. Я видела, короче, по телеку показывали как-то, что там какие-то ребята машину перевернули. Прикиньте. Это Парадеевич был? А кореша знаешь? А Куэртова? Ну что, Влад Куэртов? Это мой брат, 52. Это мой братишка, который меня никогда не бросит. Блядь, тяжелые ситуации. Это брат моего мужчины. Это мой брат, блядь. Конечно, ребят, ну и чё. Это второй. Это второй. Это основа для разгона. Подожди, дед, тебе надо премию за такие фразы. Да, Марин, это, ну ты понимаешь, да? Это вот ситуация, это основа для разлома. Причина тряски, зай. Сука, это гениальная хуйня. Какая-то, я на к ногу бах. 0,9 чоколаде. Чоко, 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 чоколаде. Чоко, чоколаде. Что-то я заебалась красться уже. Может, хватит? Может, хватит, а? Попьем кофеечек лучше, чем с вами зря его делали. Ну и сколько мы выпили? А, подожди, а с какой стати ты решила, что я выпила? Я вообще не пила. Валентина, как же я забыла про тебя. День ото дня. Да, давайте закроем эту штору. Все, никто нас с вами не увидит. Все, хватит косметоза. Я согласна, хватит косметоза. Сейчас мы перепудруемся. Ну, короче, я пойду не накрашена. Ну, вот такая вот в таком сцене. Даже брови не стала дорисовывать вот эти. Не стала даже вот эти места, знаете, дорисовывать. Плешаки. А, надеюсь, я не знаю, что в кино на последний ряд. Что надевают в кино на последний ряд? Легкий нюдик в киношку. Нюбку? Фу! Не, вы че? Э, вы че? Не. Не. Можно, знаете, как реснички наклеить? Сейчас, погоди-ка. Сейчас. Может, реально, давайте ресницы все-таки. Подожди, я резко передумала. Мы клеим ресницы. Блядь, я увидела вот эту стопку и поняла, что надо что-то наклеить. Быстренько, прям, блядь. Ну, какие-то супер такие есть. Легкие. Ого, я нашла. Прям супер такие. Вот такие. Малюсенькие. Блядь, малюсенькие. Вот. Не, ну, реально. Ну, как будто можно надеть какие-то просто спортивные штанишки удобные. Футболочку какую-то. И все. Годишка делаешь. Доставим клей. На спортивном. Хотя я сейчас вспомнила, что я вчера к девчонкам ездила на спортивном. И вот я не знаю, думаю. Нюр на свидание все-таки. Блядь, ты тоже прав. Ты тоже меня вот правильно подъебал. Ну, а как на свидание? Я не хочу, мне некомфортно быть вивой. Я хочу быть просто нюрочкой. Можно? Тем более мы потом поедем еще встречать рассвет. Какой клей ты достала? Вот такой. Называется дуо. Дуо. Кьюти Патрик Герлс. И мы все, Леха забирал уже. Рассвет был, уже было светло. Забрал меня от девок. Бухую вдребезги. Еле в машину меня затолкал. Короче, едем. Ну, вот они прям совсем видите. Прям такие. О, она сверху, естественно, отпечаталась. Вот такие вот маленькие. Где, блядь? Исправление ситуации. Короче, мы что-то едем. Поехали на заправку. С Лехой. И это. Ну, понятно, выпила. Ну, блядь, я не выпила. Я нахуярилась. Ты че, нахуй ты, блядь, выражения подбираешь? Я нахуярилась. Кошня. А, кошня, блядь. И, короче, и там начали ехать тачки с Сикрета. Да, ребят. Контингент там, конечно. Ну, блядь, я не вахуярилась. Как в Березке, слушай, Жерунь, примерно, мне кажется, да. Разница в том, что в Березке я, к сожалению, была не один раз. А в Сикрете ни разу. И не очень хочу. Ни в Сикрет, ни в этот, блядь. Где ресница? Блядь, че отпроебурила. Ну, блин, ну куда? Ну, блин, ну! 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 Ладно, минус ресницы. Ну, блин, ну! Когда ты токсичная тварь и обсуждаешь и смеешься над каждым вторым. Также, когда тебя назвали злой. Ну, блин, ну! Клей высохнул мягкий. Гуди Мэйн. Что будет? Да, подожди-ка. Гуди Мэйн. Но там Гуди в Сикрете. Дай бог, дай бог, дай бог. Не, я вообще считаю, что реально крутые пацаны ходят в Сикрет. Вот прям реальные такие. Ну, реальные мужики. А че, не согласны? Нюра, а вы с Лехой не вместе живете? Нет, я иногда приезжаю в Стольятти, прилетаю на пару дней. И потом обратно туда. Я там живу, вон тут. Моя сука знает о том, что я продаю. Ну, я могу ли говорить с ним. I'm proud of you. Ну, блин, это супер естественные ресницы получились. Ну, норм. Ань, когда 24-часовой стрим? 24-часа выживаем с Настюшкой на Кипре. Я приезжаю на тут, никак не говорю. А Кайя? Ну, Кайя не знаю, где вообще. Куда Кайя-то улетела? Куда Кайя-то улетела? Я везу у нее кружочки в ТГФ. В Талант. Так вот, да. Как потом этот клей смывать? Ну, просто умываешься средством, и он растворяется. Не переживай, это не такой клей, как ты подумал. Это нормальный. Скажем так, специальный. Реально, сижу, думаю, что надеть. Может, вообще не парится. С пижамей поехать. Суперклей, бля, я приставила. У меня сейчас глаз защипало почему-то. Ебать, это, мне кажется, можно же зрение потерять. Ужас для иной сиськи. Ну, это да, мне кажется, это сразу мину зрения. Мне кажется, она меня реально любит. Мне кажется, она отойдет сюда. Кровавру. Заверился, ты шлюхи. Про икскокс, с одного и на другого. У меня так собаки не воспят. Так вот, чат, вопрос к вам забыла, блядь, совсем. Я бы вообще забыла. Те, кто уже отучили... У меня есть вообще... Давайте для начала вопрос. Есть ли те, кто отучились уже и не учатся в школе? Вы жалели о том, что на какой-то урок не ходили? Ну, или какие-то знания не получили под тем или иным обстоятельством? Типа, учитель был, ну, типа, так себе охуевые отношения. Ну, короче, неважно, любой из факторов, вы жалеете о том, что вы что-то проебали. Да, есть такое. Почти я не одна такая. Я бы хотела узнать хорошо географию и историю. Но контурная карта, ебала я ее в ротик, я тебе так скажу. Меня не особо интересует. Я как вспомню, блядь, до сих пор аж жар бросает. Контурная карта. Просто вот у тебя книжка с бесконечным количеством пустых карт. Их нужно раскрашивать. Пунктиром, блядь, там еще какие-то, что-то еще было. Там, короче, ужас. Вот видишь, кто переживал за клей. Я вот, хоп, протерла и все, уже ничего нету. Никакого клея. Не карта, а хоэта. Так за нее еще оценки ставили за контурную карту. Мне это вообще не нравилось никогда. Хоэта. Упал. Мы их еще сами покупали. Я вообще, по-моему, я помню, что я ходила перед первым сентября на школьный рынок, на школьный базар. Потому что в школе не выдавали учебники, а новые заказывать было дорого. Денег не было у родителей. И я ходила по школьному базару и поддержанные учебники покупала, ну, также у школьников, которые стояли, торговали, типа, на рыночке. Ну, например, они там закончили седьмой класс, а я как раз перешла в седьмой. И вот они поддержанные учебники свои продавали. Там, знаете, где-то какие-то пометки были, тоже какие-то там выделения уже в учебниках, ну, ну, будем. Ну, потому что новые учебники стоили очень дорого. Нам выдают, но мне не выдавали. Я ходила с поддержанными учебниками, ну, убить. Ну, убить. Нюр, кого ты знаешь из стримеров? Да никого. Пацаны не... Блядь, не могу нормально замариновать, блядь. Начинаю угорать просто, как лошадь. Блин, никого. Блядь, вы что-то у меня зацепились. Нахуй, хоп, все. Включи на пинтересте ногти. По-любому что-нибудь найдешь, что тебе понравится. Я уверена почему-то. Сейчас челы с айпадами ходят и книги скачивают. Не, у нас так нельзя было. Блядь, шоу, блядь. А сейчас уброшу. А-ка. А-а-а. А-а. Кто там что видел, забыли Привет, Вишвенкова Такой вопрос Зачем делать маски для лица Если в итоге все равно пойдешь к косметологу Колоть филеры и ботулотоксин Какой в этом смысл Не слышу Еще раз, блядь, зачем Че Блядь, прослушала нахуй, да надо Зачем идти к косметологу Ой Повтори, Никита Пожалуйста Нереально не услышала Привет, Вишвенкова Такой вопрос Зачем делать маски для лица Если в итоге Все равно пойдешь к косметологу Колоть филеры и ботулотоксин Какой в этом смысл Смысл в том, чтобы максимально долго Стараться самостоятельно Без каких-либо инъекций Сохранять хороший вид своей кожи И своего лица И прибегать к каким-то манипуляциям Или операциям Как можно позже Вот, поэтому девочки покупают Разные маски Делают какие-то уходы за собой Вот Как-то так Знаешь, типа Зачем чистить зубы Все равно они когда-то, блядь, сгниют Я буду старая беззубая бабка Может быть, сразу перестать очистить С такой логикой Боюсь представить, сколько тебе лет Плюс один сюда Сюда, нах Спасибо, Рэд Мне вообще нравится это общество Интернет-общество Вот этих вот экспертов диванных Которые всегда знают, как лучше И у которых есть какие-то жесткие шаблоны Как должно выглядеть правильно То или иное Вообще, неважно Это может быть связано с любой сферой Это может быть связано С красотой Это может быть связано со спортом Еще с чем-то, еще с чем-то Вот всегда у них найдется свое Просто невибическое мнение И они будут считать Я не против того Что у каждого человека Может быть, свое мнение Каждый человек имеет право На свою точку зрения Но мне не нравится Когда эту точку зрения Пытаются выставить Как какую-то аксиому Жестко пропагандируют И пытаются кого-то переубедить И доказать, что он прав Вот это я считаю просто верхом тупизма И вот именно в этот момент Начинается Red flock Назовем это так Ох, я боюсь брать в руки Даже эту плойку Вот она причина моего Ожога Моих ожогов на двух пальцах Плохо видно на передней камере Ну, можно, конечно, попробовать Хотя бы спереди, да? Там такое Это знаете, блин По-любому у каждой девчонки Такая ситуация была Короче Буду выпрямлять волосы Выпрямителем Спереди Все Там выпрямили Ой, я скрин сделала опять Да, блядь 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 Нет, буди нахуй Вы выпрямили все спереди И просто сзади вот такая хуйня у вас Было, девочки? У каждой, мне кажется, было Типа тут все выпрямлено Идеально По 10 раз ты утюжком проходишься В зале просто вот такая вот Охуйня Поэтому, ну, сделаем спереди Нет Но у меня такое было Когда Было вот это нефорское время И когда Звук И я не до конца поняла Как я ее пользуюсь Честно Каратит Да, что-то я тоже Такой-то звук устроен Так Так Даш, я в нее вчера Эти руки сожгла Это вообще, короче, купила Лера Пока она жила здесь У меня в Москве на квартире Я говорю, можно тебя возьму Попробую Я в ТикТоке увидела видос Как девчонка накручивает кудри На такую штуку И она такая Да вообще, типа, бери Пофиг Она мне не нужна Я вчера попробовала И по привычке, как с Дайсом Как схватилась за нее Че там Я за 1300 рублей купила А я не знаю, где За сколько Она ее купила Но мне кажется, да Она типа Вообще где-то на Яндекс.Маркете Там Кудряшка Ну такая Несильная кудряшка Я всегда не держу Да, у меня кудрик Вот Так ты помнишь Вчера У меня со вчерашнего дня Держится Я решила сегодня Чуть-чуть это Обновить Почему-то на Дайсон Не так держится Не знаю почему Ну потому что Может быть это все-таки Как плойка Или как-то Так Закручивай 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 Наматывай 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 Кудряшка Делаешь? А, я думала Дайсон А, я думала Сала Это база с Дайсоном Ну, он типа Нет Дайсон неплох Но именно что касается Локонов У него есть два Вот таких вот вариантика Сейчас покажу Вот Типа побольше И потоньше И потолще Я обычно Потолще Вот этим вот делаю И они Получаются Объемные Но они потом Падают Почему-то Все равно Что смешно Что смешно? Что вы гораете Сейчас Опасный трюк Не обрызь руки Мне нравится Какие локоны Получается Но их хватает На день А вот От этой штуки Держится Капец как Я с рейда Плюс один Спасибо большое У нас тут рейды летят Я сегодня впитываю Все походу Медиапространство Блин, мне обжечься бы На макс Эта штука Я боюсь У меня нету Мышечной памяти Абсолютно Что за фирма А я не знаю Даже Сейчас я гляну Но по-моему Тут даже не написано Что это за фирма Чем закрепляешь Сухим Этим Текстуризатором Сейчас покажу Тут вообще Никаких нет Этих Продукт Нейм Аутоматик Хэр Кюрлис Айтем Номбер Икс Эн Три Восемь Восемь Две Седвадцать Вольт Все Больше ничего нет Никакой информации Так Ну естественно Челкарик Где наша Трощий В какую сторону Крутила Я уже забыла Водитель О Фирма 220 вольт Да все Вы заколебались С своими натронами Уже Начинаете мне нервы делать Уже нервяк Уже реально нервяк Так А это получается Вот в эту сторону Что Блядь Вышечная память Отсутствует О да А Нет Неправильно Неправильно Блядь Я думала Это не натрон Честно говоря Натрон знает Что Меня лучше не бесить Нахуй Он бы не стал Знаете Он уже много лет Под бочком у меня Он уже знает Вряд ли это он Натрон А когда ты в Москву приедешь Меня вот тебя реально Интересует вопрос Когда к тому же в лицу Ты 11 класс Доучишься А что Этим летом Ох Ебать Ну Хотя бы Увидишься Своим лучшим другом Леш Корешем Хотя бы Уже Плюс Лавик А что Что Нет Это будет Самый лучший Стрим А Сю Взяли Что Буду С ним Стримить Так У него Много Друзей Понятно Круто Леха Будет Леха Будет С Натроном Стримить Может Еще Его В хозяева Взять А что Можно Андрей Кокошка Отс ума Отойдет Андрей Кокошка Мне говорит У тебя Есть Чел Модор С очень Смешной Фамилией Я говорю Какой На трон Что Ли Он говорит Да На трон Я с ним Все время Сменились Кокошка 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 Отсуне Кокошка 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 Мне прям понравилось, и я Саня написала об этом, что вообще, ну знаете, обычно ты там смотришь какие-то интервью, и иногда у некоторых людей, вот какая-то идеальная картинка, все у них в жизни хорошо, все у них, и ты себя чувствуешь просто, знаете, таким уебищем после этого. Прям уебищем, 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 у меня там еще прядка осталась, и думаешь, да, конечно, вот у них все клево, а я вообще, типа, пиздец, а тут, знаете, как-то аж прям стало легко на душе, что у всех бывают сложности, у всех бывают какие-то такие, ну, короче, человечные моменты, и мне супер понравилось. Прикольно получилось. Долго, правда, пиздец. Ну, что, мне с вами некуда удержать. У тебя прямые волосы? Нет, у меня кудрявые волосы, сами по себе. Так, и вот теперь мы берем с вами такую вещь, мою любимую от Davinos, она называется сухой текстуризатор. Мало того, что он зебануто вкусно пахнет, он не склеивает волосы, нету эффекта вот этого, как от лака для волос. Вот такая штука, это мне вообще посоветовала девочка, которая у меня брови делает. Хоть у тебя рост метр шестьдесят восемь был, но дай бог я еще не начала в обратную сторону, как старуха чисто, знаете, сухожилия уже стираются между собой. Там уже метр шестьдесят пять какой-нибудь, ну нет, ну вроде метр шестьдесят восемь было, чат. Так, расческа. Теперь мы просто берем и все это нахуй расчесываем. Парни сейчас такие. Она сейчас, блядь, двадцать минут вот эту хуйню делала, и в итоге она берет расческу и расчесывает это все. Она примерно такая. Такая жизнь, понимаете, вы что думали, все так легко и просто? Что это за полтун? Мне сорок, у меня рост. Кайф. В итоге я это делаю, чтобы пойти в спортивках. Да, девочка моя, логика существовала, но только не для тебя. Короче. Откуда? Отсюда. Ну такие, короче, легкие, кудрячки, вычесанные, супер вычесанные. А это можно и так. Ну тут у меня корни отрошенные, которые надо покрасить. Поэтому. Вообще, спасибо, девочки, спасибо. Сколько время? Какой цвет натуральный? Вот он. А не натуральный? Вот. Блядь, как будто одно и то же показало. Я не знаю, камера почему-то не передает у меня реально. Клянусь, что корни отросли. 23.40. Скоро Леха приедет. А нам надо переодеться. Но я не знаю, как с вами переодеваться. Вдруг вы что-то увидите? Мне такое не нужно. Я не хочу. Так. А, ну подожди. Во-первых. Кто-то там что-то говорил мне, по-моему, да? Ну, по-моему, кто-то что-то говорил мне. Итак. Я не поленилась. Сходила. Я не поленилась. И я сходила. Я сходила. Понимаешь, да? И я сходила. Домой. Я сходила домой. Я их забрала. Слээээй. Я принесла их. Сюда. Ох, блядь. Блядь. Какие нахуй. Так, сейчас я вас. Подождите. Надевай. Да, в них поедем сейчас. Все в какашках? Постой. Наушники. Ебаные наушники. Ебаные наушники. Вас не залагало? Сейчас я вас поставлю ровно еще. Наушники подконнектируем. Чуть-чуть. Залагала. Так, на санье мы не обращаем внимание, это я все помою. Я надела. Я просто думаю вообще. Я в них. Показывай. Этот пол, все просто в сиках, в чарликовых. Пеленки просто существуют, да. Пеленки просто существуют во всех комнатах и в туалете Чарли. Ладно, давайте другой рак, чтобы вам было не так, это, неприятно. Вот тут нет сик никаких, только там все почему-то. Сколько этот пол натерпел, сколько я натерпел, сколько мои руки, мои руки. Что вы, кто вы думаете, это все моет, блядь, каждый день со шваброй в зубах. Сколько какашек я убрала, сколько я мочи вытерла, я не знаю, это как будто даже с ребенком столько бы не было. Ладно, это больная тема, не будем. Вот видите, вот, вот сейчас под этим светом видно, как отросли корни. Капец. Ну, нам нужен какой-то трек. Я не знаю, какой. Видно чуть-чуть? Да, конечно, видно. Там уже, я знаю, вот так вот, наверное, отросло уже. Вместо самка. Давай показывай. Давай мясо. Блядь. А я в носках. Ничего, что я в носках. Ну, ладно, это еще больше у фэшн обреда. Сейчас только добавлю носочку. А у меня есть, подождите, у меня есть прям крутые носки. Подождите, у меня есть крутые носки. Там переоденем. У меня есть вот такие носки. Подождите. Сейчас вообще тут песня будет. Никит, кручи мне музыку какую-нибудь. Ох, ебать. У меня новый синяк. Короче, я сейчас такая думаю, блин, кайф то, что перед Кипром у меня ноги зажили практически все. И просто вчера приходим домой, и на меня Чарли вот так вот кидается с когтем. И в итоге моя нога. Я не знаю, вам будет видно или нет. Блядь. Нет, вам не видно. А вот так. Вот это видите? Вот это. Это вот царапина превратившаяся в большой синяк. И он сдулся. Плюс лайк. Леха пизит так. Тема-ля. Нет, конечно. Не придумывай. Блядь. Мне кажется, это очень смешно будет. Блин. Так. Ну что, короче. Ладно. Трека нету. Туда до Алисы лените. Громко включать тоже нельзя. Музыку. А, мы сейчас здесь. Алиса. Алиса. Включи инстасамку. Они сейчас две одновременно включат. Алиса дальше. Алиса громче. У меня две Алисы. Короче, ладно, похуй. Ну что, мои хорошие. Кто там что пиздел? Кто там в 2000 году пиздел? Что мои туфли это что-то не то? Что? Ты можешь извиниться сейчас. Или ты можешь извиниться чуть-чуть попозже. Я даю тебе время осознать охуенность этих туфель. Я просто даю тебе время. Я даю вам время осознать, понять. И я готова вас простить сегодня за все ваши проделки. Какая... Да, деньги да. Ну какая... Ну а че. Поехать сегодня просто вот так вот к Лёхе спуститься Чё мы? В кино едем или чё, сынуля? Ну, в смысле Мужик, 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 мы едем в кино Я просто вас называю сынулями Тебе удобно? Мне? Мне? Мне удобно, а тебе чё, нет? Чё, неудобно? Сынуля, ой да, Никиту дали клип Боба его высоко Так, Кайла щелять Нарис 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 Можно реально какую-то юбку, да у меня короткие мини-юбки Куда я там на диване буду в кино на последнем ряду в мини-юбке лежать, чтобы пиздой свететь Нарис Нарис Нарис